Более 100 компаний из 11 стран принимают участие в 8-й международной выставке «Транспорт и логистика». Выставочные стенды могут быть интересны не только узким специалистам. Участники демонстрируют все виды транспортных систем и оборудования для них. Технологии и технику для проектирования, строительства, ремонта и обслуживания разных видов транспорта. К оформлению своих стендов некоторые участники выставки подошли не только творчески, но и с юмором. Маркетологи компании «БелСКС», которая занимается складскими стеллажами, усадили на движущийся конвейер миньонов. Мультяшные существа никого не оставили равнодушными. На мой взгляд, мое личное субъективное мнение, мы здесь представляемся не для того, чтобы в основном привлечь новых клиентов, потому что нас и так все знают. Мы просто, скажем так, может быть, показываем какой-то новый вид продукции. Дабы наших клиентов не водить на экскурсии, на какие-то уже конкретные предприятия, где мы инсталлировали наше оборудование, а для того, чтобы показать и дать потрогать его здесь живем руками. Автомобильный гигант «Тойота» – ежегодный участник выставки «Транспорт и логистика». Компания имеет 11 заводов по всему миру, которые выпускают самую разную технику – от ручной гидравлической тележки до автомобилей. В нынешнем году на выставочном стенде «Тойоты» складская техника. Как признаются представители компании, клиентов здесь не сотни, но десятки. Все-таки складская техника – товар узкоспециализированный. Мы сильнейшие в Беларуси, на сегодняшний день мы держим около половины рынка Республики Беларусь по складской технике. Есть еще мелкие компании, конкуренты частные, государственные предприятия. На сегодняшний день наибольшее количество парк техники мы установили на складе. Клиенты могут приехать, посмотреть не только на выставки, попробовать в эксплуатации. Мы можем доставить технику на склад клиента для проведения каких-то там тестовых, скажем так, испытаний, тестовой работы. Ну и тем самым клиенты нас знают неплохо. У нас порядка в базе порядка пяти тысяч клиентов. Ну а это немало. За больше, чем 20 лет работы это достаточно серьезно. Все заинтересованные, например, в складской технике на соседнем стенде могут познакомиться и с новинками комплектующих деталей. На выставке представлены крепления, шины и колеса для складской грузоподъемной техники. Некоторые виды продукции представлены эксклюзивно. Например, еще только завоевывающая популярность у специалистов нашей страны и мира – полиуретановые колеса. Данные колеса необходимы для той техники, кто работает на большой высоте и там, где уже не справляются шины с резиновым покрытием, туда вступает дело полиуретан. Так как полиуретан позволяет при тех же габаритах давать более высокие нагрузки на технику. Но, повторюсь, это только внутрискладская техника, работающая при повышенных нагрузках. Да, здесь мы представляем немецкую компанию «Радервогель» Германия и компания «Вики», тоже Германия. То есть только немцы, так как мы поняли из опыта, что в данной области пока только немецкие компании могут давать достаточно высокое качество и стабильное его поддерживать. Товар достаточно уникальный, специализированный и те, кто понимает, о чем мы ведем речь, с ними достаточно быстро налаживается связь. То есть мы профессиональны в своем товаре, мы знаем, что мы предлагаем, мы уверены в качестве. То есть нам не стыдно за нашу продукцию. Впервые в выставке «Транспорт и логистика» принимают участие польские компании. В этом году их всего 10, но в следующем польское представительство увеличится минимум в три раза, обещают организаторы. В течение белорусской транспортной недели бизнесмены Польши и Беларуси обсудят возможности развития сотрудничества на круглых столах. Начали работать над этим проектом в июле. Два месяца, еще каникулы, это очень мало времени. Теперь будем начинать работать над будущим конгрессом, на будущий год. Уже теперь, в октябре, в ноябре, я думаю, что люди, которые тут приехали, будут говорить об этом, что фирмы должны тут приезжать и должны разговаривать с белорусскими компаниями, чтобы начинать это сотрудничество. Незамерзающие морские ворота, так в мире транспорта и логистики, перенято называть Клайпедский порт. А еще это самый важный и самый крупный транспортный центр Литвы, в котором соединяются сухопутные дороги в направлениях востока и запада. Клайпеда традиционно имеет рекордно высокое количество погрузок, однако геополитические события и постоянно обостряющаяся конкуренция вынуждает искать новые рынки, в том числе и в Беларуси. Очень много груза идет в Клайпеду, потому что из Америки. Это близко, во-первых, и цены хорошие, и услуги хорошие, как наша работа, думаю. По этой причине мы работаем с Беларусами России. По мнению заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Калинина, участники Белорусской транспортной недели смогут прийти к договоренностям и подписать весомые контракты для экономики нашей страны. Так, 7 октября белорусская нефтяная компания и литовские железные дороги на выставке транспорт и логистика подписали долгосрочный договор на поставку нефтепродуктов из Беларуси в Клайпедский порт.